И без того не широкие улицы Воровского и Островского запружены машинами. Поэтому проезд достаточно ограниченный. Так еще и прямо на проезжей части останавливаются бортовые газели. Прямо под знаком стоянка запрещена, создавая тем самым затруднения остальным участникам дорожного движения. Незнание закона у нас не освобождает от ответственности. А вы действуете умышленно. Понимаете, в чем умысел? А я хотел бы лодочки взять и выехать. Что данность на это будет? Первое. Правильно. Остановка и стоянка запрещена. Там не сказано, что на пять минут на пирожки забрать дальше. Правила дорожного движения изучали. Погрузочные и разгрузочные работы по настоятельной просьбе главы города еще перед началом зимних Олимпийских игр должны были производиться в ночное время. Такая схема была одобрена, помогала логистике города и доказала свою эффективность. Ну вот Олимпиада прошла, многие стали забывать. И все те усилия администрации, политика администрации на достижение какой-то цели более комфортного перемещения гостей и жителей курорта с учетом пиковых нагрузок, с учетом большого количества автотранспорта отдыхающих. Ну, понимание у некоторых наших, скажем так, оптовых предприятий как-то затихает и теряется. Они начинают осуществлять подвоз товара в дневное время. Нарушители на каждом шагу. Вот на «Газели» подвезли к столовой молочную продукцию. Рядом свободная стоянка, но водитель туда заехать не может из-за неправильной парковки других машин. Но согласиться с тем, что он тоже действует неправильно, шофер не желает. Подождите, проходит, не проходит. Здесь не обозначено, что это парковочное место. Здесь не обозначено, что это является зоной разгрузочной работы. Разгружаться с дороги сотрудники ГИБДД не разрешили. Освободили проезд на спецстоянку и разъяснили руководству общепита, что это их обязанность обеспечить машине с товаром доступ к их столовой. Сейчас будет физическое лицо в лице водителя транспортного средства. Привлечено по статье 12.33 кодекса об административных правонарушениях за умышленное осознание помехи в дорожном движении путем производства разгрузочных работ на проезжей части дороги. Санкции о статье предусматривают наказание от 5 до 10 тысяч рублей. Подобные рейды станут постоянными. Инспекторы будут не только разъяснять водителям правила дорожного движения, но и привлекать их к административной ответственности. Минимальный штраф за такое нарушение – 5 тысяч рублей. В случае, если вы стали очевидцем такого нарушения, можно обратиться на горячую линию городского управления торговли. Телефон 2-64-06-51. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».